Астрономы впервые нашли соль в окрестностях новорожденной звезды. Астрономы впервые нашли соль в окрестностях новорожденной звезды 18-25. Звезда Сроси в созвездии Ориона, рядом с которой нашли обычную поваренную соль. Москва, 8 фифрия новости. Планетологи обнаружили целый океан поваренной соли и хлорида калия в протопланетном диске, окружающем новорожденную звезду в созвездии Ориона. Их открытие расширяет число возможных кирпичиков жизни, пишет ученый в Astrophysical Journal. Нас удивляет сам тот факт, что мы в принципе можем видеть эти молекулы. В прошлом, мы находили их только в сброшенных оболочках умирающих престарелых звезд, и поэтому нам пока сложно сказать, что именно означает это открытие, рассказывает Адам Генцбург. Адам Генцбург из Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокоро. По современным представлениям, Земля и прочие планеты Солнечной системы сформировались в первые несколько сотен миллионов лет ее жизни внутри газопылевой туманности, окружавшей новорожденное Солнце. В начале своей жизни Земля представляла собой раскаленный шар, на поверхности которого просто не могли существовать летучие элементы и вещества, в том числе вода, углерод и соединение азота, а также органические кирпичики жизни. 24 октября 2015 года, 5.19 астрономы нашли сахар и спирт в недрах кометы Лав-Джоя учены и просветили комету Лав-Джоя. C-slash 2014 Q2 Во время очередного ее сближения с Землей и Солнцем при помощи радиоволны обнаружили, что ее недра содержат в себе примитивные кирпичики жизни этиловых спирт и простейшие сахары-альдозы. В последние годы ученые пытаются понять, откуда они взялись, изучая состав древних комет и астероидов, а также наблюдая за новорожденными звездами. Эти наблюдения показывают, что первичная материя будущих планет содержит в себе большие количества спиртов, сахаров, аминокислот и другой органики. Генцбург и его коллеги добавили в их число и обычную поваренную соль, изучая окрестности новорожденной звезды в созвездии Ориона, удаленной от нас на 1500 световых лет. Это светило недавно начало разогревать и поглощать окружающий его протопланетный диск, что позволило ученым детально изучить его химический состав при помощи телескопа. Помимо простейшей органики, угарного газа и водорода, ученые нашли в этом диске огромное количество двух крайне нетипичных веществ – хлорида натрия и калия. И поваренная соль, и ее калиевая сестра, как отмечает Генцбург, встречаются в космосе крайне редко. Но в данном случае их масса, по текущим оценкам астрономов, составляет фантастический секстильон, 10 в 21 степени, килограмм, что сопоставимый с весом всех земных океанов. Что интересно, астрономы изначально не заметили следов этих огромных запасов соли в данных С. Алма, так как они даже не ожидали увидеть ее у новорожденной звезды. Они обнаружили их совершенно случайно, обратив внимание на несколько десятков линий в спектре, происхождение которых они объяснить не могли. Изучив литературу, ученые с удивлением поняли, что имеют дело с излучением, которое вырабатывали молекулы соли, нагретые до очень разных температур от минус 100 и до 3700 градусов Цельсия, и находившиеся в твердом, жидком и газообразном состоянии. 17 июня 2016 года, 16.35 астрономы впервые обнаружили спирту новорожденной звезды. Астрофизики впервые обнаружили молекулы метанола примитивнейшего спирта в холодном газопылевом диске, окружающем новорожденную звезду. Д.В. В созвездии Гидры. Откуда взялась эта соль и что привело к ее испарению? Генцбург и его коллеги пока не могут дать ответ на этот вопрос, однако они полагают, что она появилась на дальних подступах протопланетного диска, окружающего. С.В.С. В результате столкновений между зернами льда и пыли. Альтернативная гипотеза соль может быть следом катапультирования новорожденного светила из звездных яслей. Эта звезда была выброшена из родительского газопылевого скопления примерно 550 лет назад, вероятно, в результате сближения или столкновения с другим светилом. Вполне возможно, что зерна соли были расплавлены в тот момент, когда С.В.С. и ее окружение резко ускорились. Пока непонятно, какая из этих теорий верна, заключают ученые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова